МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. День России в Нарьинмаре отметили вручением государственных наград, велопробегом и народными гуляниями. Главная сплоченность команды. Определены победители юбилейного туристического слета дорогами отцов-героев. Традиционный пляж в районе Голубых озер официально открыт. Жители Неневского автономного округа 12 июня отметили День России целой чередой торжественных, праздничных и спортивных мероприятий. Подробности в материале моей коллеги Катрины Тайбарей. В рамках мероприятий главного праздника России в Нарьинмаре состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, тем, кто получает главный документ россиянина впервые. Действительно, вручение паспорта – это один из главных моментов вашей жизни. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день, большой, насыщенный сегодня день, день, который отмечает вся страна. И сегодня будете вы получать свои паспорта не просто из рук официальных лиц, но в то же время предплазами своих родителей. Вы вроде останетесь теми же, но с другой стороны, вы чуточку повзрослеете, потому что вручение паспорта, получение паспорта – это и есть не что иное, как повышение ответственности и преимущество ответственности перед собой и перед теми, кто вас окружает. Первый паспорт в своей жизни получили 13 школьников Нейнского округа. В торжественном мероприятии приняли участие их родители. Вручали удостоверение личности гражданина Российской Федерации официальные лица. Губернатор округа, спикер регионального парламента, начальник УМВД России по Нейнскому автономному округу, которые обратились к виновникам торжества с добрыми напутствиями. Ну, а пожелать я вам хочу, чтобы в ваших паспортах всю вашу жизнь появлялись только новые и очень хорошие записи о создании семьи, о рождении детей и о приобретении вам нового жилья. Ведь по сути паспорт гражданина Российской Федерации – это летопись его жизни. Ну а за плечами ветеранов округа уже сложившаяся интересная и насыщенная жизнь. Впрочем, они по-прежнему в строю, причем в спортивном строю. В День России на стадионе дюдс-лидер, члены спортивного клуба регионального отделения Союза пенсионеров России, в праздничной обстановке торжественно закрыли спартакиаду пенсионеров. Мне действительно очень приятно, что вы проводите такую замечательную спартакиаду. Вы не только себя поддерживаете в прекрасной физической форме, но вы показываете очень хороший пример молодежи. И не только молодежи, но и людям среднего возраста. Спасибо вам за это. Я вас всех поздравляю с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, о нашей стране и округу процветания. В спортивном клубе пенсионеров занимаются более 40 человек. Самому младшему участнику 57 лет. Ну а самым старшим в день закрытия Олимпиады по традиции вручают подарки. В этот день под бурные аплодисменты отметили спортсмена Николая Поздеева. Ему 81 год. И Лидию Куркину. Ей 82 года. Правда, Лидия Васильевна тут же пошутила, отметив, что организаторы перепутали возраст. Ей не 82, а всего 28. Организаторы тут же исправились. Самый один из главных проектов России – это проект по демографии. И наш клуб «Вы» – яркое подтверждение тому, что в демографии важно не только, сколько родится, но и то, сколько проживает дольше умных, талантливых и опытных людей. В этот день участников спартакиады «Днем России» поздравили также депутат Государственной Думы Сергей Коткин и сенатор Акнеевского округа Денис Гусев. По итогам региональной спартакиады команда округа будет представлена на Всероссийской спартакиаде пенсионеров, которая пройдет в августе в Белгороде. Главное событие в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню России – вручение государственных и региональных наград. Церемония прошла в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Сегодня в этом зале собрались люди самых разных профессий. Врачи и учителя, работники сельского хозяйства и транспорта, муниципальные служащие и общественные деятели. Но всех объединяет одно – многолетний и добросовестный труд на благо нашего округа и всей страны. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили Светлане Носовой, воспитателю детского сада Аннушка. Медаль Ордена «Родительская слава» супругам Александру и Ольге Бякиной из Макарова. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Светлане Хабаровой, учителю физики школы номер один города Наринмара. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Ираиде Канюшевской, медицинской сестре поликлиники Заполярного района и Ольге Хабаровой, заведующей фельдшеру из деревни Антик. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено коллегам Вере Рочевой и Таисии Сумуроковой, заведующей производством и заведующей складом Ненской агропромышленной компании «Воксина». Почетную грамоту президента Российской Федерации вручили Ирине Киселевой, воспитателю детского сада «Теремок», благодарность президента Натальи Могольницкой, преподавателю Ненецко-аграрно-экономического техникума. Кроме того, в ходе церемонии вручили государственные награды Ненецкого автономного округа. Почетное звание «Почетный гражданин Ненецкого автономного округа» присвоено Сергею Хабарову. Эта награда для меня значимая. Это как оценка того, что мои силы, энергии были затрачены не напрасно. Я хочу сказать огромное спасибо людям, которым мне пришлось поработать в разные периоды трудовой деятельности. Кроме присвоения почетных государственных и региональных званий, жители округа были награждены почетной грамотой Ненецкого автономного округа. Среди них учитель математики из поселка Красное. Я хочу сказать большое спасибо коллегам по нашей дорогой Красновской средней школе. Спасибо всем ученикам, которые учатся у меня, которые слушаются, и которые добиваются в жизни высот. Спасибо. Также звания «Почетный общественный деятель Ненецкого автономного округа» были удостоены Николай Канев и Надежда Ковалевская. В такой хороший праздник, День России, мне вручили награду «Почетный общественный деятель». Конечно, я благодарю всех, кто оценил, дал оценку моей работе. Но я считаю, что это оценка всей моей организации. Я являюсь председателем 17 лет. И я очень рада, что исполнительная, сагонодательная власть на всех уровнях власти нас видит и слышит, нашу организацию. Основные праздничные гуляния в День России развернулись на главной площади города Маратсей для жителей и гостей Наринмара. Я всех поздравляю, жителей нашего города, своих земляков с праздником, Днём Народного Единства. Нас всех объединяет наша малая родина, Ненецкий автономный округ. Всем желаю здоровья, счастья, мирного неба и всем благополучия. Большое количество участников, порядка 50 человек, собрала в центре Наринмара колонны велосипедистов. Любители велосипедного спорта посвятили свой велопробег Дню России, проехав с триколорами по улицам города в сопровождении сотрудников ДПС. Сегодня мы организуем велопробег в честь Дня России. Мы собрали группу активистов, которые у нас занимаются велоспортом. Хотим сделать символический велопробег до поселка Искатели и обратно. Добавлю, День России отмечается с 1992 года как один из важнейших патриотических праздников, который стал символом национального единения и гражданского мира, независимости страны. Катрина Тайбрей, Антон Бодряков, Алексей Орлов, Телеканал Север. Дорогами отцов-героев минувшие выходные вновь прошли жители Заполярья. В окрестностях Нарьинмара состоялся традиционный 55-й окружной туристический слет. В юбилейном мероприятии участие приняли 11 команд. Какая из них стала лучше, смотрите далее. Я хорош, лучший. Короткая полоса препятствий через ручей – пожалуй, один из самых сложных этапов конкурса. Кроме того, что нужно запомнить последовательность всех движений, не пропустить ничего, еще и требуется выполнить все действия в тишине. Александр Анохин – участник команды «Дети рабочих». Только что прошел все этапы этой полосы. Волнение еще не отпустило, но уже можно перевести дыхание. Ну, все отдыхают, лето, жара и праздник, День России. А какие-то успехи уже есть у команды? Что-то удалось занять? Да, мы вообще молодцы. Мы заняли хорошее место, я не знаю, шли когда-сюда, все хорошо сделали, костер разжали самое быстрое. Так что у нас много заслуг. Тем временем, другая команда «Севержилкомсервис» только готовится к форсированию ручья. Проверка снаряжения на путстве капитана. По мнению одного из участников, Романа Сеченава, главный залог успеха – это сплоченная команда. Конечно, любые соревнования, подготовку требуют. Мы готовились к креативному конкурсу, готовились. Вчера заняли, кстати, первое место по перетягиванию Канады. Выиграли одну из самых сильных команд, которая в прошлом году, позапрошлом году заняла первое место. Команда «Гвардия», по-моему, называлась. Вот так что так. За правильным и безопасным выполнением этого этапа соревнований следят не только судьи, но и представители ГИМС. Ведь действия происходят на водном объекте. В первую очередь контролируем безопасное прохождение всех этапов. И не столько штрафуем, сколько не допускаем неправильного прохождения. Самое главное, чтобы участники не упали в воду, то есть не сорвались с веревок. Для этого проверяем, как застрахованы, замуфтованы ли карабины, как организована страховка в опасных зонах. Если участник выполняет все правильно, он не получает никаких замечаний, штрафов и продолжает дальше движение. Вот так в дыму и в пыли под палящим солнцем участники соревнований преодолевают следующий этап военно-спортивную полосу препятствий. Условия максимально приближены к реальным, благодаря использованию пиротехники. Команда Владимира Верейкина, коммерсант, только справилась с заданием. По информации судей, довольно успешно. В этом году турслет удался. Юбилейные очень постарались, включили много-много-много интересных конкурсов. Было шикарно. И до сих пор, как видите. В юбилейном 55-м туристическом слете приняли участие 11 команд. Среди них уже опытные, выступающие более 10 лет, и те, кто участвовал впервые. Определить лучших в этом году было непростой задачей. Особенности, конечно, есть. Во-первых, это юбилейный турслет. Во-вторых, возникла такая сложность в промежутке. 20-й год у нас выпал, поэтому команды немножко какие-то вещи определенные на этапах подзабыли. Но, скорее всего, для меня это ставит всех участников в одинаковые условия, потому что у нас сейчас появились и новые команды, которые ранее не принимали участие в турслете. Они в одинаковых условиях сейчас работают. Особенностей хватает. Во-первых, год. Год у нас, вот смотрите, как жарко начался. Вчера была у нас дистанция поход-кросс. Участникам было безумно тяжело нести весь свой груз сюда пешком по такому пеклу. В результате первое место завоевала дворовая команда своей люди. На втором мирные жители. И замыкают тройку лидеров, коммерсант. Все они получили сертификаты на приобретение туристического инвентаря, кубки и медали. Жюри отметила, что разрыв между командами-победителями составил буквально сотые баллов. Кроме того, награды удостоили шесть команд победителей специальных номинаций. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Столбики термометров в Заполярье уверенно держатся на отметке выше 20 градусов. А жители региона дождались открытия купального сезона. Традиционный пляж в районе Голубых озер официально открыт. Тему продолжит Наталья Дуркина. Места как для купания, так и для отдыха обустроены. А именно предусмотрено ограждение урны, контейнеры для сбора бытовых отходов, спасательная вышка. Проведена очистка территории дна и поверхности водоема. Пляж официально открыт ежедневно с 10 утра до 18 часов вечера. При этом на пляже присутствуют спасатели. С 18 вечера по 10 утра пляж закрыт. И там будет присутствовать охранник, который будет выполнять функцию уборщика. Пляж оборудован всем тем, что нашло отклик у наших граждан. Лежаки, детская площадка, волейбольная сетка. Все готово для полноценного отдыха как молодежным компаниям, так и целым семьям. Что касается прогноза погоды, то июнь будет достаточно теплым. 16 июня по городу Наринмар ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный и северо-западный 7-12 метров в секунду. Порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13, плюс 15 градусов. Днем плюс 19, плюс 21 градус. В этом году для жителей региона пляж будет открыт с 15 июня по 15 августа. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, Телеканал «Север». Во Дворце культуры Арктика прошло участвование победителей и участников конкурса средств массовой информации Ненецкого округа «Золотое перо». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. В традиционном конкурсе «Золотое перо» по итогам 2019-2020 годов участвовали представители средств массовой информации Ненецкого округа, которые направили на рассмотрение жюри более 50 творческих работ в 9 номинациях. Работа в СМИ – это коллективный труд, особенно на телевидении и радио, где задействованы многие профессионалы своего дела. Журналисты, ведущие, режиссеры, телеоператоры, монтажеры, звукорежиссеры и другие. В газете не обойтись без дизайнеров, верстальщиков и печатников. Именно благодаря вашему труду мы узнаем о событиях в стране и нашем округе первыми. И мы, благодаря вашему труду, мы переживаем счастливые, а порой и печальные истории. Именно благодаря вам мы знакомимся с новыми людьми. По сути, вы наши глаза и уши. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше беспристрастное освещение событий, порой колкие и неудобные для власти репортажи, но абсолютно справедливые. Спасибо вам большое за ваш труд. Юрий Бездудный вручил Галине Торцевой и главному редактору газеты Нарьяна Виндер «Золотое перо» в специальной номинации за вклад в развитие СМИ на территории Ненецкого автономного округа. Одна из самых престижных номинаций конкурса «Репортаж Король журналистики» членами жюри была отмечена творческая группа телеканала «Север» в составе Алины Буучейской, Владислава Носкина и Кирилла Иванова за специальный репортаж, посвященный общине Ямпто. Мы взяли «Золотое перо» в номинации «Репортаж Король журналистики» с специальным репортажем из общины Ямпто. Мы, получается, сутки жили почти в чуме, ну, рядышком с чумом в палатке. Вот сейчас летом на День оленей ездили. Окунулись в быт, в настоящую неньскую жизнь, то есть попробовали сырого мяса. Завтракали, обедали и ужинали вместе с оленеводами. Подружились с их детьми. И, в общем-то, это на самом деле, наверное, главная награда для любого журналиста – это не перья, а вот та возможность путешествовать и бывать там, где обычно человек, может быть, там, ну, сложно попасть, да, обычному человеку. В номинации «Лучший публистический материал» победила Ольга Павловская, журналист информационного агентства НАО-24. Девушка уделяет внимание социально значимым проблемам. Я подавалась в номинации «Лучший публистический материал». Я подавала свой материал «Как зооболонтеры помогают бездомным животным найти семью». Это материал о частном приюте Сергея Шевелева. У него там несколько десятков собак. То есть он держит их на собственные деньги. То есть это не государственный приют. Вот он сам помогает этим собакам. Самое интересное, что у него пожилые собаки. То есть это не собаки, которые найдут семью. Это не щенки. Мне было вообще очень удивительно, что я выиграла с этим материалом, потому что мне казалось, что тема животных она так трогает, умиляет, но я не думала, что она выиграет, если честно. Наряду с профессионалами своего дела в конкурсе участвовали начинающие журналисты. Номинации «Лучшая публикация среди юных авторов» победил школьник Кирилл Кузнецов с работой. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Мы очень рады, что в региональном конкурсе СМИ впервые появилась номинация для юных авторов. В основном участниками этой номинации стали наши юнкоры, которые в течение двух лет публиковали свои материалы в газете «Нарьяна Виндер» и делали материалы для «Нау-24». Для нас это огромная радость и честь, что с достойной публикацией у нас победил Кирилл Кузнецов. Приятно, что работы наших юнкоров, молодых авторов были оценены и это некий стимул им для развития в дальнейшем. Может быть, кто-то из них все-таки захочет посвятить свою жизнь именно журналистике. Номинации среди материалов печатных и интернет-изданий, посвященных 75-летию со дня победы, жюри признала победу Юрия Аканева с его работой «Биографический очерк о героях Великой Отечественной войны». Это единственный непрофессиональный журналист среди награжденных. В общем, я представил эти материалы, которые выходили летом 2012 года, это те материалы, которые связаны с биографиями наших земляков. Земляков, которые... Ну, в основном, это летчики. Поэтому я остался рассказать их в боевых действиях, о том, как они воевали. И, в общем, получилось достаточно интересно. Поэтому я хочу поблагодарить жюри, который, в общем, отметил его материал, потому что, собственно, я не профи и, наверное, это первое такое пробование было. В этой же номинации среди журналистов телевидения и радио авторитетное жюри признало лучшим творческий дуэт Кирилла Иванова и Владимира Гомкива. Екатерина Эстер взяла свое перо за объектив мастера. Фильм «Ковидная реальность» телевизионной команды Алины Вовчейской и Анастасии Саботович оставила неизгладимое впечатление как у зрителей, так и у членов жюри. За мастерство и профессионализм золотое перо вручили Владимиру Гомкиву, художнику, компьютерной графики телеканала «Север». В этой же номинации среди дизайнеров печатных изданий награду присудили Алексею Павлюку. Среди звукорежиссеров лучшим стал Борис Зазуля радио «Север-ФМ». Среди монтажеров телевидения и радио победила Людмила Антипина. Филиал ТРК «Поморье» в Наринмаре. Ну а лучшим журналистом года стала Алена Людвиг, главный редактор НАУ-24. Порыв года самая неожиданная номинация конкурса. Номинанты получили Александра Литкова телеканал «Север» и Ольга Павловская НАУ-24. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова